Рано утром к зданию почты в посёлке Комсомольск подъезжает трактор с телегой, куда грузят мешки и коробки с продуктами, мукой, сахаром, крупами и маслом. Всё повезут в посёлок Францево, где живёт 20 человек. Этим летом посёлок оказался отрезанным от большой земли. Он стоит среди болот и тайги. Дороги к нему нет. Ещё совсем недавно на этом самом месте была узкоколейная железная дорога, единственная за Уралом. Её построили ещё в советские годы. Тогда здесь работали ссыльные и спецпереселенцы на лесоповале. И узкоколейная дорога была единственная, что связывало деревню Францево с большой землёй. Не так давно собственник это частное предприятие Томлес-Дреев эту дорогу разобрали. Рельсы уже вывезли, вот остались только шпалы. Дорогу разобрали, обещали построить взамен неё другую. Но другой дороги так и нет. А деревня Францево, в которой остаются жить люди, оказалась отрезанной от остального мира. Село находится в блокаде. Просто в блокаде. Поэтому пока была дорога, пускоколейная, у всех были свои дрезины. И так или иначе, в весенний, летний, осенний период люди без проблем выбирались из села. Сегодня этой дороги нет. И не у всех есть техники вездеходные. И 35 километров не каждый пройдёт пешком. Поэтому люди в изоляции в полной. Группа компании Томлес-Дреев, это они, собственники узкоколейной железной дороги, приняли решение. Понятно, ни с кем не советовались. Это их право о том, чтобы разобрать вот эту железную дорогу. И как результат, дороги на сегодняшний день просто нет. Есть направление. Мы один раз в месяц отправляем туда трактор МТЗ-82 с телегой. Везём почтальона, везём пенсии, везём продукты по заказам жителей села Францево. Это выход из положения. Но положение чем усугубляется? То, что не всегда можно вовремя доехать до этого села. Мы заложники той ситуации, которая сложилась. И что бы кто ни сказал, в любом случае, что от нас зависит, мы пытаемся решить. Но как мы это решаем, то просто в 21 веке не поддаётся здравому такому объяснению. Здравствуйте. Не забудьте. Ладно, надеюсь, вы доедете. Эдик, только не гони. Вот он. Это старая телега и трактор МТЗ-82 – единственное, что может позволить себе поселковая администрация. Другой техники, чтобы отправить по бездорожью в отдалённый посёлок продукты и пенсии, просто нет. Здравствуйте. Вы что, нашу дорогу поедете? Да, мы снова поедали, только теперь уже по-другому. Ну, смотрите, какую белую дорогу. В этой телеге вместе с нами едет почтальон с помощником. Возвращаются в посёлок те, кто выбирался на большую землю самостоятельно, и дядя Коля. Он тоже француз. Так называют себя жители Францева. Тут-то в Комсомольске ничего не заработаешь, а там что-то можно заработать. Грибы, ягоды, всё там. И там у нас и техника, мотоциклы, сушилки, всё там. А вот мы все оттуда, все отбрегены. Николай Князев с женой этим летом переехал в Комсомольск к детям. Но дом во Францево, в котором они прожили больше 30 лет, бросить совсем не может. Так и мотается. Туда раз в месяц на тракторе. Сделали демократию, свободу, свободу слова. А нас сделали крепостными. А почему крепостными? Нас прикрепили к этому месту. У нас ни денег нет, ни выехать. Мы только можем так слова говорить, а с наших слов толку никакого. Никто к нам не прислушивается, никто нас не слушает абсолютно. Вот мы и есть крепостные, еще в царское время. Вот от чего ушли, к тому пошли. Николаю Князеву 59 лет. Последние годы работал в распределительной компании. Но его сократили, сейчас он досрочно вышел на пенсию. Получает 7 тысяч рублей. Они с женой писали письма, как и другие жители Францево. Просили, чтобы им оставили узкоколейную дорогу. Но услышаны не были. Тут голосование было. Умные люди правильно говорили. Не надо было голосовать вообще. Тогда бы на это Францево обратили внимание. Нет же, а что? Они притормозили почту, вот эту почту. Груз притормозили. Привезли ровно в выборы. И там же в медпункте, как говорится, реализовывали. И пенсии, и прочее, и прочее. Люди шли, хочешь не хочешь проголосовали. Вот и все. Конечно, у нас общество еще не на Западе. У нас общество еще не созрело. Вот как бы относятся так, ну, как в советские времена. Абы пойти проголосовать, там, пиво выпить, да проголосовать и все. Почему вот взять в Греции, в тех странах, народ поднимается, бастует туда-сюда. Ну, в России же такого нет все равно. Москва маленько поднялась, там, Болотная площадь, и быстро их там успокоили. Ну, для них условия там создают для москвичей. И сравнишь, как у нас. Дорога впереди длинная. Эти 35 километров в среднем трактор с телега едет часа 3,5-4. Когда погода хорошая и грязь подсыхает, получается чуть быстрее. Если, конечно, обойдется без происшествий и трактор не сядет. Ну, эта дорога тут еще хорошая. Это мы сейчас только подъезжать будем скоро. Просто я в ужасе уже от этой дороги. О, это отличная дорога. Вот блокпост наш. Блокпост на выезд из Комсомольска – это охрана компании «Тумлесдрев». Они обычно проверяют местных, чтобы те не вывезли рельсы от узкоколейки. И вообще по этой дороге местных обычно не пускают. Приходится выбираться в объезд. Но сегодня сделали исключение и проезд открыли. Местных проверяют. У них тут Киев, а у нас Донбасс там. Французы говорят, пока «Тумлесдрев» вывозил рельсы от узкоколейки, разворотил всю дорогу. Сейчас прогресс инноваций, деформаций и прочее. Ну, что-то не дошли до вас инновации-то. Да, а как не дошли? Дошли, сейчас дорогу посмотрим. Инновационная дорога у нас. Пока едешь по этой дороге, хотя назвать ее так довольно сложно, возникает чувство, что ты потерялся во времени. Поверить, что это единственный путь, по которому людям сегодня можно доставить продукты и пенсии, до конца трудно. Россия – богатейшая страна. У нас запасов, недр, у нас все есть. Мы богаче других стран. А почему мы живем хуже тех стран? Возьми эту, Татарстан, Киргизию. Они лучше в Белоруссии, они лучше нас живут намного. Бедная Украина, там у них вот дефолт, дефолт, завтра дефолт будет. А по телевизору показывают, как у них все там прекрасно. И асфальтировано, бетонировано, везде плиточка дома, аккуратненько все. Не видать, что так они, как мы жили. И эти беженцы украинские, они сами к нам перебегали и говорили, что у нас лучше, чем у вас. У них лучше. А Россия, видать, судьба. В середине пути дядя Коля заводит разговор о политике. Ему кажется, что президент мало внимания уделяет внутренним проблемам. И что отчасти он виноват в том, как они живут. Но в целом руководство страны дядя Коля поддерживает. Лучше бы у себя порядочек навести сначала дома, как говорится. А что вот сейчас я лично поддерживаю Путина, как Америка начинает на нас, как говорится, подниматься. Почувствовал, что Россия маленько слабла, конечно. И правильно Путин, что сейчас в Сирии эту бомбежку. Там может не столько помощь, не столько борьбы с этим ИГИЛом. Сколько, как говорится, показать свое оружие, на чем мы способны. Вот я так понимаю. Тут два зайца убить. Конечно, приятно, что у нас такое вооружение. Деньги надо обязательно на вооружение. Не было бы оружия, нас бы давно задавили. Это понятное дело. Да ладно, они бы сюда не доехали. Чуть больше трех часов пути и трактор въезжает во Францево. Здесь его ждут с самого утра. Привет, дорогие. Здравствуйте. Петрович, ты присиди всегда вовремя. Разгружают продукты у фельдшерского пункта. Это основное место встреч в деревне. Здесь же и выборы приезжали проводить. Сюда же везут провизию. 15 пачек. Да, супы, это весь холодильник. Кофе одна, дрожжи одна, мука две упаковки. Кофе, конфеты, карамель, лампочки, гречка две, лапша пять килограмм. Гуманитарная помощь. Сахар, мука, масло, соль. Это самое необходимое. Ну и там уж, если что, что там, какая-то карачка или крупы. А мясо получается? А мясо, какое мясо? Ну сало, и ну раз кто-то там закажет, оно сейчас втридорога тоже. Не все запомнишь, когда что, списки составляем, а потом друг у друга перезанимаем, что у кого-то того не хватило, у кого-то этого не хватило. Потому что, ну сейчас все равно же как-то рассчитываем больше, что сколько надо. Валентина Коробейникова с мужем с 2012 года осталась без работы. До пенсии еще несколько лет. Скопить денег не получилось. Вот и пришлось остаться во Францево, когда многие из деревни уже уезжали. Коробейниковым ехать некуда и не на что. Пока мы чай не отобрали, нам нужно забрать, то есть теперь пать. Вон речку покажи. Когда грибы собираем, когда осень. На охоту ходим. Рыбачим. Огороды садим. Сено косим вот. Скотине. Козы, овечки, куры. Так-то у нас тут, можно сказать, все есть для себя. Михаил Коробейников пока угощает нас чаем, рассказывает, что родился и вырос он здесь, во Францево. Что живут они сейчас только за счет дикоросов и собственного хозяйства. А это что у вас такое? Это табак. Это то, что вы курите? Да. А табак сами делаете? Да. А сигареты не заказываете? Да, такие сигареты сейчас. А табак сами сажаете? Угу. А сейчас тут все сажают сами табак. Ну как, вот сейчас осень, хорошо, сейчас вот где-то кто-то в лесу, где грибок, где я, где что он уберет. Но деньги есть сейчас, по крайней мере, вот летом всегда деньги есть у людей. Ну там хоть, конечно, не миллионы, но там тысяча, десять, там тысяч есть у всех. Но не будешь же их тратить на те же сигареты, допустим. Сейчас сигареты такие дорогие. А зимой? Ну зимой вот табак и курицы. Тут все хлеб пекут сами. В одиночке мужики. Тут у нас в основном мужское население. Коробейниковы, как и другие французы, не верят, что когда-нибудь от Францева до Комсомольска будет нормальная дорога. Скорее всего, говорит Михаил, в лучшем случае все останется как есть, в худшем не будет и такой дороги. А значит, французам придется-таки бежать отсюда. Но пока он уезжать не планирует. Ну а как ты отсюда вырежешься? Тут остались такие, которым некуда вырежься. Тут только двое могут в силах уехать и все. Остальные все тут. Так, по неволе, французы оказались отшельниками. 20 человек остаются жить среди болот и тайги уже безо всякой надежды на спасение. Они делают запасы и готовятся к зиме. Зима в этих краях долгая и суровая. Но по снегу, на лыжах и по зимнику можно будет хотя бы самим выбираться на большую землю. Весной с распутицей Францево вновь окажется в блокаде. И так до следующей зимы. Мелани Бачина, Александр Соколов. Специально для Радио Свобода. Томская область. Деревня Францево. Деревня Францево.